Здравствуйте! Вы смотрите АБВГД Деньги, программу о финансовой грамотности. И сегодня мы поговорим о доступных инвестиционных продуктах для неквалифицированных инвесторов. Для снижения рисков при работе на фондовых рынках Центральный банк ввел классификацию инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных. Государственная Дума приняла закон, который обязывает финансовые организации предупреждать клиентов обо всех рисках, связанных с инвестициями. До прохождения тестирования неквалифицированные инвесторы, то есть люди без экономического образования и опыта инвестирования не смогут вкладывать деньги в сложные финансовые продукты, например, облигации иностранных эмитентов, по которым не определен срок погашения. По новому закону банки, брокеры, управляющие компанией, инвестиционные советники, страховые компании, кредитные кооперативы, МФО, НПФ и Форекс-дилеры должны письменно или в электронном виде сообщать клиенту всю информацию о продукте, который он собирается купить. Например, предупредить, что клиент может потерять деньги в случае изменения курса валют или пандемии. Какую именно информацию компания должна будет сообщить, определяет Банк России. Также он сможет заставить финансовую организацию выкупить у неквалифицированных инвесторов продукт и возместить расходы, если она заранее не сообщит обо всех рисках. Пока неквалифицированный инвестор не пройдет тестирование, он может покупать только 5 видов ценных бумаг. Акции, включенные в котировальные списки, это списки эмитентов первого и второго уровня, куда входит большинство акций российских компаний, в том числе крупнейшие банки и энергетические компании, например, Альфа-Банк, Сбербанк, Газпром, Лукойл. Государственные ценные бумаги России, ипотечные облигации и облигации российских эмитентов с определенным уровнем кредитного рейтинга. Инвестиционные паи биржевых, открытых и интервальных паевых фондов, иностранные ценные бумаги, отвечающие определенным критериям при условии раскрытия информации. С 1 октября начинающие инвесторы смогут пройти тестирование, чтобы получить доступ к более рискованным инструментам, например, структурным облигациям или сделкам РЭПО. Это вопросы на самооценку инвестора и знание принципов работы конкретного инструмента. Пересдавать тест можно неограниченное количество раз. При этом в каждой новой попытке варианты ответов на вопросы будут меняться случайным образом. Если у вас есть статус квалифицированного инвестора, у вас будет доступ ко всем инструментам. Если у вас нет этого статуса, у вас будет доступ к тем инструментам из списка, которыми вы поторговали или на знания которых прошли тест до 1 октября. Чтобы открыть доступ после 1 октября, нужно получить статус квалифицированного инвестора или пройти тест на знания категории. Проводят тестирование брокеры, но по вопросам, которые утверждает Банк России Для получения статуса нужно удовлетворять хотя бы одному условию У вас есть 6 миллионов рублей хотя бы на вкладах Вы владеете акциями, облигациями и другими ценными бумагами на сумму от 6 миллионов рублей Вы работаете не менее двух лет в компании, у которой есть статус профессионального участника рынка ценных бумаг Или от трех лет в организации, не имеющей этого статуса, но торговавшей ценными бумагами или производными финансовыми инструментами Работа должна быть непосредственно связана с ценными бумагами В течение последнего года совершали не менее одной сделки в месяц и не менее десяти в квартал Оборот по сделкам должен быть не менее 6 миллионов рублей в совокупности У вас есть высшее экономическое образование, аккредитованного вуза или сертификат Для подготовки к тесту рекомендуется прежде всего почитать книги по инвестированию При необходимости посетить курсы повышения квалификации и лишь потом рисковать своими деньгами Неквалифицированным инвесторам доступны следующие классы активов Акции, торгуемые на Московской и Санкт-Петербургской биржи и входящие в котировальные допускаемые списки по ЦБ Перечень можно найти в соответствующем разделе на сайте регулятора Облигации и еврооблигации российских и зарубежных эмитентов на все тех же биржах не ниже рейтинга АА Все, что ниже, доступно инвесторам после прохождения соответствующего квалификационного теста ETF и PIV, торгуемые также на Мосбиржи и Бирже Санкт-Петербурга Валютные пары на обеих площадках Регламентное доверительное управление и стратегии автоследования, к которым можно подключиться И которые способны объединять в себе все вышеописанные классы активов ETF – инструмент, который позволяет купить одну бумагу фонда, внутри которого уже куплено большое количество акций Например, ETF SPY на американский индекс S&P 500 включает в себя акции на миллионы долларов, если покупать их отдельно А стоит он всего 320 долларов При этом ETF позволяет делать намного большую диверсификацию, чем покупка отдельных акций Кроме SPY вы можете приобрести фонды на отдельные сектора экономики или даже на другие страны, помимо США И потратить на это 1000 долларов, нивелировав тем самым большинство рисков На первый взгляд очевидным минусом является комиссия за управление фондом Которая составляет от 0,1 до 0,5% на американский ETF и около 1-2% на российском рынке Но это, пожалуй, незначительный минус, потому что вы платите за свою пассивность и экономию времени на глубокий анализ Многие ETF не платят дивиденды и это неприятно для пассивных инвесторов Правда, касается это чаще российских фондов, потому что многие американские фонды платят На российском рынке выбор подобных фондов пока не слишком большой и многие из них повторяют друг друга Также существуют ограничения для неквалифицированных инвесторов, запрещающие покупку соответствующих инструментов до прохождения спецтестов Без тестов нельзя купить или использовать облигации ниже рейтинга АА Структурные облигации с полной защитой капитала, опционы, фьючерсы, маржинальную торговлю и так далее Полный перечень, опять же, в нормативных документах ЦБ от последних чисел сентября Неквалифицированным инвесторам доступно накопительное и инвестиционное страхование жизни Последнее, в том числе и без защиты капитала, один из самых интересных инструментов Что недоступно неквалифицированным инвесторам? Выход на зарубежные площадки, любые Производные финансовые конструкции, структурные ноты, внебиржевые форвардные контракты Доверительное управление на иностранных площадках, некоторые разновидности фьючерсов Проходите тесты, инвестируйте в продукты, которые вам интересны и могут принести хороший доход Вы смотрели АБВГД Деньги, будьте финансово здоровы и до встречи!